для вас очень вкусный рецепт шашлычков и сердечек готовятся они будут в духовке я предварительно сердца замочила в холодной воде на пару часов для того чтобы лишняя кровь вышла сейчас мне нужно будет их просто почистить обрезать и нарезать на порционные кусочки обязательно срезаем ненужный жир и всевозможные жилки можно сердечки нарезать поперек можно сделать вдоль надрез и проверить не осталось ли запеченной крови и и будет видно в любом случае на выходе у меня получается приблизительно 600 грамм уже готового полуфабриката что мне понадобится далее естественно маринад в котором будут мариноваться сердечки здесь у меня молотый кориандр красная паприка черный перец сушеный чеснок 3 столовые ложки соевого соуса и 2 столовые ложки растительного масла половинка лимона где-то приблизительно тоже столовая ложка лимонного сока нам понадобится для маринада я добавляю лимонный сок к соевому соусу перемешиваем специй все закрывается маринадом тщательно перемешивается можно добавить совсем немножко меда чуточку либо щепотку сахара но я не буду этого делать можно добавить немного еще соли но как по мне так солености от соуса будет достаточно в таком маринаде мясо может мариноваться всего пару часов но я это делаю с вечера отправляю в холодильник они тогда получаются намного нежнее сердечки очень долго стояли в холодильнике хорошенько промариновались сейчас мне нужно нанизать на шпажки шпажки я предварительно замочила в теплой воде где-то до того как я собираюсь готовить это за часа два чтобы они набухли и в духовке не горели нам нужна будет поверхность на которой будут запекаться шашлычки у меня вот такая форма для запекания я очень тщательно заворачиваю фольгой блестящей стороной наверх это будет как и отражатель тепла и при этом еще и форма не закоптится не зажарить замаринованные сердечки нужно нанизать на шпажки они достаточно хорошо промариновались очень мягонькие я буду делать по три сердечка на одну шпажку они крупненькие и укладываю форму где будут запекаться сердечки таким образом это выглядит оставшийся соус мы выливаем на дно формы для запекания споласкиваю немножко водой и добавляем чтобы жидкость покрыла практически все дно при запекании маринад будет испаряться не будет высыхать мясо запекается это при 200 градусов буквально по 10-12 минут каждой стороны то есть 10-12 минут прошло переворачиваю и еще раз пропекаю к мясу буду готовить очень вкусный салат из капусты если у вас случайно дома оказалось еще и краснокочанная капуста это будет еще вкуснее тогда мы даем половину белокочанной капусты половину краснокочанной капусты но у меня только беленькая поэтому меня салат сегодня будет беленький понадобится помидоры черри петрушка лимон лайм тоже подойдет арахис жареный 200 300 грамм на ваше усмотрение оливковое масло мед соль все это добавляется в соус в первую очередь я нашинкую тонко капусту здесь у меня вот такое сооружение из дуршлага и тазика сейчас все покажу любая капуста особенно белокочанная имеет свой слегка скажем как привкус привкус горечи и когда мы добавляем соль капуста выделяет очень много сока ну так как мы ее не будем квасить а делаем салат нам это абсолютно не нужно ни горечь ни сок чтобы она не плавала в собственном соку поэтому я ее всегда слегонца присаливаю щепоткой соли все это переминаю не так чтобы пашу превратить а слегка под капусту выделила сок и пока мы будем заниматься приготовлением остальной части салата этого будет достаточно чтобы лишняя влага из капусты вышла так как это капуста у меня шпицколь она не такая прям как белокочанная и более такой нежный вкус чем обыкновенный капуста поэтому капусту не стоит слишком мелко мелко шинковать чтоб она потом не превратилась в кашу оставляю капусту чтобы она впустила сок вот пора уже шашлычки перевернуть тем временем я нарежу помидоры для салата напополам и нарежу петрушку и сделаю соус готовлю соус для этого понадобится чайная ложка меда лучше чтобы мед конечно был жидкий 3-4 столовых ложки лимонного сока либо сока лайма все что у вас есть подойдет пару столовых ложек оливкового масла все это хорошенько перемешать совсем немножко соли если вы любите острое то можно добавить красный перец я добавлю совсем чуть-чуть для аромата черного перца совсем не могу собираю салатик капуста нарезанная петрушка помидорки я не могу описать вкус этого салата вам нужно обязательно попробовать это очень необычно и и очень вкусно так теперь добавлю заправочку соль добавляйте по вкусу но не забывайте что капуста мы уже немного присаливали а представьте как будет выглядеть красиво если сюда добавится еще краснокочанная капуста шашлычки конечно тоже же не забыла они получаются вот такие красивые зажаристые но при этом очень очень мягкие сочные благодаря тому что соус был внизу и немного еще пропаривал сердечки которые запекались немного проблематично когда не полная форма обычно я стараюсь подугадать чтобы у меня был килограмм для того чтобы они лежали рядом и друг друга поддерживали потому что по тяжести они переворачиваются я справилась сервирую тарелочку мое блюдо готово вы тоже попробуйте приготовьте и обязательно напишите мне понравился ли вам такой салат и такие шашлычки я вам желаю всем всего доброго кушайте вкусно будьте здоровы